Сейчас бы найти этого, как его, я не знаю, как фашист или кто он, я просто в шары ему бы глянул. Николай Дроков вместе с сыном разводит лошадей больше 10 лет. В тот день животные были на свободном выгуле. Из 68 лошадей в живых осталось 15. Они же все жеребы и кобылы были. Понимаете, это не 35, это уже, ну пускай там 2-3 пропало, ну 60 жеребят бы я все равно получил. Понимаете? А он, жеребенок, сосун, он уже стоит в пределах 40 тысяч. Стоимость взрослых особей до 100 тысяч рублей. Весной коней должны были продать в Казахстан. А теперь общая сумма ущерба заводчика почти 5 миллионов. Фермеры недоумевают, кому могли помешать лошади. Заверяют, ни с кем не конфликтовали. Хотя споры были. До установки забора кони могли притаптывать чужую траву. Мне ничего он не говорил. Кто-то ему звонил, что-то предупреждал, что там лошади ходят, уберите их. Такого не было. К нему хорошо относится, он хороший человек. Местить не могли ни за что? Да нет, не должны ему местить. Может быть завидовали? Ну завидовать, да, могут. Хозяйство большое, хорошее, развивается. У него столько скотина, это же надо, короче, и горбатиться, и горбатиться, и горбатиться. И тут зависть-то, что он сдаст их денег много. Так а ты год-то попробуй их продержать. Для расстрела такого табуна, уверен заводчик, их нужно предварительно загнать. А на это нужно почти три часа и не меньше трех человек. Сейчас правоохранители изучают пули из трупов животных. Точно не могу сказать. Ну что-то покруче, чем мелкашка. Начальник главного управления МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян поставил на контроль расследование уголовного дела и дал указание о создании специализированной следственно-оперативной группы. Несмотря на трагедию, фермеры Дроковы планируют возрождать семейный бизнес и надеются, что правоохранителям удастся найти убийц. Им грозит до двух лет лишения свободы. Мы продолжим следить за ситуацией. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.